И теперь о событиях дня подробнее. Под угрозой закрытия оказался сегодня Качукский тракт. Вблизи дороги загорелся пустырь. Пламя и дым разгулялись так, что в отдельные моменты видимость для водителя была практически нулевая. На месте ЧП побывала Лада Рыбакова. Открытый огонь и едкая марева в воздухе. Стихия начала свой разгул в два часа дня в районе контрольно-пропускного пункта при выезде на Качукский тракт. Автомобилистам пришлось снизить скорость и поплотнее закрыть окна. Горят не только кусты и трава. Ситуация осложняется бытовым мусором. Старые автопокрышки вдоль обочины испускают самый густой черный дым. Им заволокло почти километр дороги. Дышать на этом промежутке стало совсем невыносимо. Голова уже болит. А здесь кого-нибудь видели службы? Не знаю, ДПС, пожарные? Ну пожарные, не знаю, проезжали три штуки. Я думала, где-то дома горят. Именно дома, а не трассу пришлось спасать пожарным в первую очередь. Тушение затянулось из-за безводности района. Силы также были брошены на защиту населенного пункта Парфеновка, близлежащих деревянных строений. А также на защиту автозаправочной станции, которая находится также по улице рабочего штаба. Чтобы огонь не перешел на эти объекты. Объекты вдоль дорог, деревья и различные конструкции напор пламени выдержали. И только поэтому в ГИБДД приняли решение трассу не закрывать. Основания для этого нужны серьезные. Когда огонь выходит на проезжую часть, есть опасность возгорания автомобилей. Ну или вообще какой-то вред может быть гражданам причины. Дабы было принято решение. На данный момент такой опасности нет. Потоки, транспортные потоки регулируются. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы были внимательны. В связи с задымлением проезжей части, с улучшением видимости. Выбирать скорость, позволяющую своевременно остановить автомобиль. Автомобили пожарных сегодня не останавливались. Только за сутки и только в Иркутске произошло 27 возгораний из-за неконтролируемого пала травы. Горожанам напоминают, в регионе действует особый противопожарный режим. Его несоблюдение может обернуться не только крупным штрафом, но и закрытием крупных магистралей. Лада Рыбакова, Андрей Назаров, Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова